Привет, дегустаторы! Дни бурбона на нашем канале продолжаются, и сегодня у нас исследование продукта, который заведомо не может быть плохим, наверное, даже не может быть и средненьким, потому как это, друзья мои, флагман от небезызвестного производителя Jim Beam, а именно Baker's, семилетний бурбон, small patch, все как мы любим, прекрасные ТТХ встречаем. Вот он, красавец с собственной персоной. Я думаю, многим знаком силуэт этой элегантной бутылки. Прошвырнулся я тут по нашим алкоточкам в городе, Готэме, и вот в одной из них на дальней-дальней полке нашел одинокий притаившийся бурбончик Baker's. Ну и смотрю так, я даже удивился, адекватная цена 56 долларов плюс налоги, что по нашим меркам очень даже неплохо. Потом пригляделся батч номер B9001. Это что-то из очень старых, и, как я понимаю, это чуть ли не 2015 год разлива, поэтому проверим сегодня, была ли трава зеленее, а бурбон слаще. Все как полагается. Тут у нас воск, видите, по аналогии с Maker's Mark. Ну и здесь у нас небольшой буклет, но об этом чуть позже. Давайте сразу разливать. Откупоривайте свои бурбоны, друзья мои хорошие, любимые бурбоны или ваши бурбоны на каждый день, как тут говорят, Daily Driver. Ну и пишите в комментариях, какие сейчас бурбончики стоят на ваших полках и пользуются особой популярностью. Тут немножечко все... Да, это они не предусмотрели. Смотрите, пальцы слиплись, но не знаю, может долго стоял, что-то тут пошло не так и не по плану. Я тут намусорил, но ничего, все это мы потом приберем. Итак, вскрытие покажет. О-о-о! А вот и первый конфуз. Но, видимо, совсем долго стоял. Пробка или в каких условиях его хранили, не знаю. Пробка у нас распалась, друзья. Поэтому делаю сейчас техническую паузу. Иду за штопором. Попытаемся открыть так аккуратненько, чтобы все это дело у нас не оказалось на дне бутылки. Ну вот так, друзья, возвращаемся. Открыл я ее с горем пополам. Не пришлось прибегать к старому методу с целлофановым пакетом, когда, знаете, пробка падает, распадается и оказывается на дне бутылки. Тогда приходится все содержимое выливать и целлофановый пакет. Так мы ее можем вытащить без особых танцев с бубнами. Но тут она, конечно, распалась. Но удалось мне штопором ее подцепить. Вот взял универсальную замену от моей текилы. Текилы, кстати, уже в следующем выпуске, друзья. Не пропустите. Ладно, первый блин комом. Но запах обалденный. С бубнами все, само собой, хорошо. Никаких проблем. Очень насыщенный, красивый янтарный цвет с легкими медовыми оттенками. Так что будем дегустировать. Будем дегустировать. И, собственно, на своей шкуре проверять, так ли он хорош. Small batch. Много раз уже об этом говорил. В среднем это где-то 200 бочек. 200 бочек. Здесь не знаю насчет бейкерс. Такой информации нет. По ТТХ быстренько пройдемся. У него 107 proof. Господи, я уже начинаю забывать о алкоголе. В наших-то процентах сколько-то? 53. А, его написали. 53,5% алкоголя. Да. 7 лет выдержки. По мешке. Значит, у нас на борту 77% это кукуруза. 13% рожь. И 10% ячменный соло. Довольно все традиционно, без каких-либо тут нововведений. Кто такой этот бейкерс? Ну, как гласит легенда, это родственник Джима Бима. Кузен, не помню, кто он там ему, кем он ему приходится. Братом, саватом, кузеном. Ну, а Джим-то наш Бим, если вы не знали, это представитель Одним из первых немецких колонистов в штате Кентаке. Йоахим Бе. Его было настоящее имя. Ну, и сегодня детище его разрослось. Настоящий интернациональный конгломерат. Был Джим Бим. Куплен японским гигантом Сантори. Теперь это Сан Бим Сантори. Компания называется вторая по величине на алкогольном рынке после Дайаджу. У Джима Бим более 60 дистиллирий по всей Америке. Ну, а здесь мы имеем дело... Да, разлито. Джим Бим Distilling Company, Clermont, Kentucky, USA, 750 мл. Вот так. Ну что, давайте начинать аромат, друзья, в нетерпении. Погнали. Много обещающие. Уже... Уже, я так смотрю, старт у нас. Очень хорошее, обещает быть искрометным бурбончиком. Я так думаю. Что называется, взял с места в карьер, да? Без разгоночки. Сразу пышный букет. Ароматов полный, душистый. Без химозной примаси какой-либо, кстати говоря. Что очень даже радует. Тут недавно он говорил с одним из представителей нового поколения. Зумером, да, получается. Так вот, он не понял мой стариковский сленг. Что с места в карьер. Какой еще карьер? Да, молодежь стала забывать, что карьер – это не только у нас строительный термин, скажем так. Карьер – это, как вы знаете, друзья мои, конский бег всего-то навсего. С места в карьер. Да. Какой же я старикан. Ну, вот я сказал, что нет химозности, но такой довольно бодрящий бриз от анольчика тут имеется, надо признать. Но, в общем-то, не так все. И печально с этим, быстро он выветривается. Карамель пошла. Нуга. Тростниковый сахар и рис. Такие восточные садости даже. Переход в пахлаву. Ваниль, само собой. Чуть-чуть перчика. Ну, да, кукурузы. Много кукурузное влияние. Прямо тут ощущается сладкая кукуруза на гриле с легкими копчеными нотками. Ну, и мысленистость. То, что мне особенно нравится в бурбонах, часто им этой мысленистости не хватает. Они сладкие, но при этом суховатые. А вот здесь масло прямо, знаете, сливочное маслице на утреннем тосте, хорошо прожаренном. Ну, кстати, тут бочки использовались у нас, естественно, American White Oak и степень прожарки номер 4. Номер 4, это, как вы знаете, коллеги, знаменитый аллигатор. Так что, ну, сладостей, ванилинов, ну и легкая такая, далеко в стороне дымность. В общем-то, хрестоматийный, абсолютно традиционалистский бурбоновый аромат. Очень вкусный, приятный, со сладковатой дымной ноткой этой. Ну, думаю, пора и глотнуть. Будьте ваше здоровье. Cheers! Много хлебнул. Первый глоток. Я на сухом пайке уже почти неделю, поэтому с непривычки прожарил меня, как аллигатора. Укусил, укусил пройдохом. Ну, все-таки процент у нас приличный. Это не бочковая крепость, само собой, но мы близко к этому. О! Первый глоток жаркий, такой кусучий, шипучий, но это и моя. Какая-то совершенно детская, нелепая ошибка новичка. Что-то заглотнул. Приятно разливается по телу. Теплая нега. Ну, и заливает полностью утрашу ротовую полость, словно палубу корабля, вот эти ванильно-карамельные волны. Орех, орех в шоколаде. Такой смесь, знаете, миндаля и арахиса. Ну, давайте еще разочек. Сейчас буду уже как-то более профессионально к этому делу подойти. Глоточек номер два. Ну, вот и другое дело. Все, рецепторы омылись, мы не привыкли. Темный шоколад. Специи пошли. Корица. Такой, значит, стручок корицы прожаренной. Ядреный. Немножечко имбиря. Изюмная сладость. Ну, и в конце у нас такая деревообрабатывающая промышленность дал наконец-то о себе знать дуб, который, в общем-то, по большому счету отсутствует в аромате, как ни странно. Но вот здесь во вкусе дерево есть, его много. Не горчит, танины приятные, обволакивающие, скажем так. Свежий такой, стойкий, стойкий, свежий дуб. Ну, финиш у нас средний по продолжительности. Напоминает имбирный пряник и какой-то набор специй. Вкусный, полный, полнотелый, маслянистый, что очень приятно. Ощущается также во вкусе. Вот такая толстовость присутствует. Ну, в общем-то, честно говоря, ожидается от него больше. Все-таки немножко подзажат. Еще подзажат. Надо дать ему продышаться. Давайте этим как раз и займемся. Встретимся минут через 30-40. Для вас это чистое мгновение. И заодно подведем итоги нашего розыгрыша. Узнаем, наконец, кто же у нас окажется победителем и обладателем прекрасного именного стакана бокала от канала Кати Шарк. Что, дегустаторы, возвращаемся. Притащил я коробчонку. Тут у меня сигарные банты, как вы видите. Вот сигарные банты. Для чего все это нам нужно? На каждом из них есть номер на обратной стороне. Номер соответствует комментарию участника нашего розыгрыша. В телеграме, естественно, мы его проводили. И в телеграме мы также озвучим победителя. Помимо YouTube с победителем свяжемся именно там. Посмотрим, кто этот счастливчик, обладатель этого прекрасного бокала. И метного с лазерной гравировкой. Все у нас по-взрослому. Все очень даже элегантно получилось и красиво. Ну и будет память. Человеку более 80 заявок, более 80 участников у нас. Поэтому как-то это даже... Ну, мне приятно. Мне приятно. Эйники-беники, ели вареники. Что-то там... Ну, давайте. Давайте. Вот. Получился у нас что? От... Кстати, классный бант. Fuente, Rare Pink. Отличная была сигара. Номер 37. Номер 37. Так. Номер 37. Сейчас у меня тут книжечка есть записанная. Номер 37 соответствует нику Игорь Сапко. Поэтому, Игорь, поздравляю вас. Вы становитесь победителем нашего конкурса. И вам отправляется бокал Кати Шарк. Давайте свяжемся с Телеграме. Обговорим доставку. В общем-то, с доставкой не должно быть особо никаких проблем. Если вы, конечно, не на Аляске. Потому как вот с Аляской тут многие отказываются принимать передачи почему-то. Ну да ладно. Возвращаемся к Бурбону. Еще раз поздравляю Игоря. И это наш первый по большому счету розыгрыш. Думаю, что далеко не последний. Ну а что касается бейкерс семилетнего Смолбэтча. Ребята, стоял ли он чуть ли не час на самом деле. Долго я тут возился. Еще по делам бегал. Насколько он похорошел. Это фурор. Я даже, честно говоря, не ожидал. Ну вот это меня спиртуозность начально слегка смутила. И в целом недостаточно комплексный арсенал. Вкус ароматический. А тут пошло дело. Очередную жертву Дионису принес я, выпив сей бокал до дна. Вот сейчас реально хочется его вкушать и прямо до дна. Он мягкий, он сладострастный, качественное улучшение аромата. Ушел напрочь алкогольный, алкогольный шлейф. Пришли богатые десертные ноты. Пришел мною особенно любимый кленовый сироп. Он, не сказать, что очень сладкий, непритерный. Он именно вот какой надо. Кленовый глубокий сироп. Орехи, макадамия. Ваниль. Стало бы прямо натуральный. Такой нежный-нежный-нежный ваниль. Ванильный дуб, я бы даже сказал, проявился. Вот слились в единую синергию ваниль. Как специя, как пряность. И дуб, древесное начало. Я частенько смотрел англоговорящих блогеров, специалистов по бурбону. И вот они, особенности, когда дело касалось выдержанных напитков, повторяли эту фразу. О, какой замечательный тут ванильный дуб. Ванильный дуб, античный ванильный дуб. Что за ванильный дуб? Как бы, ну, ваниль, ваниль, дуб это дуб. А вот сейчас я понимаю, о чем они говорят. И сложно передать словами. Именно ванильный сладкая древесность. Это очень круто. Порадовал, порадовал. И даже где-то там, там, вдалеке, на бэкграунде, если сильно уж так принюхиваться, можно разведать аромат кожистый. Такая у нас прямо дубленочка. Ну, для семи лет неплохо. Неплохо. То есть, это ни в коем случае не молодой бурбон, но и далеко не престарелый. Достаточно комплексный напиток. Все благодаря аэрации. Поэтому, друзья, какой у нас первый вывод можно сделать? Настоятельно рекомендую ждать. Запастись терпением. И, ну, вот мне понадобилось чуть ли не 60 минут целых, чтобы он пришел в себя, продышался. Давайте добавим немножко водицы. Раскрывается еще больше аромат. Может быть, он теряет вот эту кожистость, но более душистый становится. Медок. Арахисовая паста. Это легкий намек на ягодность. Ягода-малинка. При этом. Вот с ней можно посидеть, подумать, порассуждать. Ну, и специи тоже представлены. Особенно, что касается вкуса. Более плавный он стал. Мягко заходит. Но все-таки чувствуется характер. Проценты здесь. Имбирный пряник прямо вот в конце вас. Он наяривает имбирь. Вот единственное, что ему не хватает, это полноты вкуса, возможно, в сравнении с ароматикой. Потому как именно нос у него на очень высокую оценку. Чуть-чуть проигрывает вкус. Может, даже не чуть-чуть, но даже пару баллов, наверное. Поэтому оценка. Друзья, возвращаемся к оценке. Я вообще не любитель ставить оценки. Особенно, что касается бурболов. Но вы просите, поэтому нет проблем. Меня не нужно спрашивать. Дважды, как говорится. Ницше. Я помню, что он такой говорил. Через оценку впервые появляется истинная ценность. А без оценки был бы пуст орех бытия. Что-то такое. Ну вот, без оценки возможно, была бы пуста эта бутылка. А сальдячего и забыл. Но нет. Но нет. Тут оценка высокая. Будем беречь и отпевать помаленечку, потихонечку. Наслаждаться, смаковать. 87. Наверное, 87 с половиной даже я ему накину. Нос вообще замечательный. Под 89. Но вкус не такой сложный. Cheers. у нас доступен, кстати, по какой-то причине гораздо шире представлен именно single barrel от Baker's. но вот специалисты говорят раз на раз не приходится. Это как hit or miss. То есть, некоторые издания просто шикарные, а другие откровенно хромают и проигрывают в том числе small batch. Small batch более предсказуемый, более рафинированный. и, как ни странно, любители бурбона зачастую предпочитают именно small batch single barrel. Знаю, что, например, в Украине точно есть single barrel. Не знаю, как сейчас обстоят дела. Small batch видел, но отпишите, в комментариях, как у вас с бурбонами в целом в вашей стране, в вашем регионе. Есть ли Baker's или какой именно. Но вот small batch я настоятельно рекомендую. Особенно цена у нас вообще неплохая. 56 плюс налоги. Это где-то в районе 60 получается. Тут не нужно думать дважды, как говорят американцы no brainer. Ну и как у нас говорят, кто в городе живет, лицом не щелкает, пока не уволохли из-под носа надо хватать и брать. Настоятельно рекомендую попробовать. Пробка чуть-чуть подвела, но это такое, это дело житейское. Друзья, спасибо, что были со мной до конца. Поддерживаем канал лайками, подписками. подписывайтесь на телеграм-канал дегустатора и впереди у нас, как всегда, очень много интересного, много нового, любопытного. Разные напитки разных стран мира будем пробовать и обсуждать. Так что лучшие дегустации всегда впереди. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok